Мы недавно в Думе приняли 8-тысячный закон. Слава Богу, он попал на усиление контроля депутатов за исполнительной властью. Но, несмотря на это, наша конституция, законодательство не избавило нас ни от чеченской бойни, где погибло более 100 тысяч человек, ни от кризиса и полицейщины, когда в марте 1996 года в Думу ввели воинские части, и лишь огромными усилиями нескольких человек удалось предотвратить новое всезвечайное положение. Ни от дефолта, когда обвалились все финансы и сгорели сбережения гигантские, ни от двух финансо-экономических кризисов. Видимо, целый ряд законов, которые приняты, не помогают нам избавиться от проблем, которые обступили страну со всех сторон. В третий пленум ЦК КПК Дедан Сиапин провогласил новый курс знаменитых реформы. Мне казалось, что эта гигантская страна не справится с вызовами и не сможет вылезти из полной нищеты и бедности. По улицам текла грязь, ездили на осликах и велосипедах первые 156 законов. Мы помогали им с заводов строить. А сегодня это ракетно-космическая держава, которая семимильными шагами идет вперед, показывая всем примеры, вытаскивая всю планету из очередного системного кризиса. Я хорошо знаю законодательство, туда отправлял готовиться все свои кадры. Сегодня 127 миллионов человек на планете изучают с удовольствием китайский язык. Одного из восьми своих внуков я убедил это делать, он уже неплохо владеет китайским языком. Для всех нас сегодня, открывая новую эпоху, стоит кардинальный вопрос. Как сделать, чтобы главные права человека не нарушались? Как гарантировать три главных заповеди любой конституции и концепции национальной безопасности? Это территориальную целостность, личную и государственную безопасность и складывающийся образ жизни. Наша территориальная безопасность сегодня гарантирована. Недавно мы вынуждены были прямо заявить, что если речь пойдет о Курильских островах, никто не имеет права ни одного гектара, ни одной пяди нашей земли передавать. Как только этот ящик Пандоры откроют, так завтра вам предъявят требования на Карельский перешей, на Калининградскую область, и у вас в перспективе останется одно московско-поповское заросло. Мы не имеем права бросить наших друзей и родственников на Донбассе, который стал полный рост, защищая нас с вами от нацистско-бендеровской своры, которая под руководством царевышников захватила власть. Но в Украине в Киеве издевается над братским народом, и нам угрожает войной в десяти соседних областях, где преимущественно русскоговорящие живут в ведено-военное положение, и этими провокациями пахнет каждый день. Вот правильно я сегодня говорил Гаврилов, если бы мы приняли два-три решения, мы бы гарантировали и безопасность, и нормальное развитие. Первое и главное решение давно созрело гарантировать всем нашим друзьям и российское гражданство. Пожалуйста, имели бы они гражданство и украинское, и российское, и белорусское, и российское. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы страна имела квалифицированных людей, своих друзей, блестящих, говорящих на русском языке. Для нас это вопрос исторического выживания. Мы за прошедшие 25 лет потеряли единственная страна в мире 9 миллионов человек. Русские области классические потеряли каждого пятого-шестого. Моя родная область Орловская, где 400 с лишним захоронений, 700 с лишним захоронений, 450 тысяч похоронено лучших сынов и дочерей нашей Родины. Моя родная область потеряла за эти годы 150 тысяч человек. Почему мы не гарантируем нормальное развитие, воспроизводство, одновременно очень качественную подготовку, будь то научной, образовательной или с точки зрения здравоохранения. Мне кажется, это прежде всего связано с тем, что нарушается главное наше общее право. Оно записано в 55-й статье Конституции. Нельзя принимать законы, ухудшающие социально-политическое самочувствие граждан. А когда втащили пенсионный закон, который 15 миллионов человек бросил в жар, а в перспективе просто подрубает нормальное развитие страны, то, понимаете, без референдума, без всеобщее обсуждения, без права осмыслить, мы не можем принимать такие законы. А когда это за три месяца проталкивается, а теперь возьмутся все за голову. Кстати, три фракции в Думе официально подписали в Конституционный суд о неконституционности этого закона, и Конституционный суд рассмотрит его. Но можно было спокойно принять здесь его обстановку. Уже известен мировой доклад о том, что для развития мировой экономики хватит всего 20% трудоспособного усиления. Остальные 80% будут мыкаться, искать себе работу, им не гарантированная работа. Тогда возникает вопрос, какую вы проведете линию, какие приведете законы для того, чтобы молодая семья, рождая ребенка, была абсолютно уверена, что он получит образование, здравоохранение и многое другое. В этом отношении работа в полномочиях и правах человека, на мой взгляд, с каждым мне будет приобретать все большую ценность, все большую значимость. Я хочу поблагодарить Татьяну Николаевну. Мы с ней многие годы работаем здесь рядом. Она талантливый человек. Я впервые, когда увидел женщину-генерала в МВД с двумя докторскими и познакомился взглядами на происходящее, она очень достойно несет этот сложный крест. Но хотел бы от вас попросить помощи и поддержки. Вот мы оказываем помощь Донбассу. Я вместе с Кобзоном основал движение «Дети России – детям Донбасса». В этом году приняли 2000 детей из Донбасса. Чудные ребята, великолепные лица, прекрасный русский язык, творческие, развитые, с хорошим образованием. Первые принимали поток из прифронтовой полосы. При звуках самолета и вертолета все приседали. На третий день стали маломальские детьми. Давайте вместе продолжим эту прекрасную традицию и поддержим детей Донбасса в это суровое время. Мы туда отправили 75 конвоев, 9 тысяч тонн лекарств, продовольствия, одежды и многого другого. Мы помогаем им сегодня выжить, им сегодня угрожают большой новой войны. Поэтому признание Донецких и Луганских республик со стороны нашей исполнительной власти убережет их от новой войны. Признали Южную Осетию и Абхазию – никто не лезет. Признали Приднестровье – и не будут лезть. Нам надо в ответственную минуту понимать свою ответственность перед своими друзьями и собратьями. Ну и еще один сюжет, который просто вам небольшую историю. Вдруг включаю в государственное телевидение и слышу почти пятиминутный опус о том, что вроде мат – это неплохо. Я из семьи потомственных учителей. У нас в трех поколениях 10 человек преподавали в школах и вузах. Я в 17 лет окончил школу с медалью, преподавал в сельской школе, потом мат-анализ и философию в университете. Я считаю, что ничего величнее русского языка на этом свете мы не приобрели. Он нас всех собирает, объединяет. Это уникальный, удивительный язык, который обладает потрясающей гармонией, возможностью. И я когда услышал это, вот для вас вы передаете своим и близким, вопрос не в том, что вокруг этой темы надо поднимать дискуссию, а вопрос в том, что сколько ни смешивай помои с святой водой, все равно получишь помои. И есть еще одна сторона, чисто физиологическая. Если вы попросите экспериментатора посмотреть на молекулу воды, вода реагирует на каждое слово. На слово любовь и благодать вы увидите красивый орден победы в микроскоп большой, а на ругательствах грязную, черную, противную кляксу. Ребенок состоит на 95% из воды. На каждое слово, каждый звук отзывается в его организм. Один из экспериментаторов, по-моему, он японец, решил провести у себя дома такой эксперимент. Он поставил три банки с рисом, залил водой, с первой здоровался, как с любимой женщиной, выходил и говорил, здравствуй, милую, люблю, как ты прекрасно выглядишь. Мимо второй проходил, как мимо стенки, а третью ругал самыми грязными словами, которые и знал. Через некоторое время в первой банке образовалась вкусная, с великолепным запахом сусла. Вторая заплесневала, зеленой плесенью покрылась, а третья превратилась в грязную, зловонную кашу. Мы обязаны беречь душу. Это главное право любой страны, любой нации. И свой родной язык. Удачи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!